Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Тбилиси и Сочи свяжут прямое авиасообщение. С 1 мая запланированы регулярные авиарейсы. Сочи 28 марта увеличат количество ласточек и автобусов. На стадионе Фишт пройдет первый тестовый матч. Болельщикам представили список запрещенных предметов. Сочи от электричества отключили очередную новостройку. Многоквартирный дом незаконно присоединился напрямую к воздушным сетям. Письма о Сочи получили школьники всей России и уже пишут ответы. Каждый рассказал историю своего города во время войны. Строительство подъездных путей к Керченскому мосту стало сегодня одной из главных тем на заседании в администрации президента. Совещание по развитию транспортной инфраструктуры Юга России провел помощник главы государства Игорь Левитин. Участие в обсуждении принял и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Для региона создание новых объездных маршрутов в сторону Тамани вопрос стратегический, так как после открытия моста через Керченский пролив транзитный транспорт пойдет через Краснодарский край. Вопрос уже озвучивали перед президентом России. По итогам заседания Госсовета в Крыму Владимир Путин дал 20 поручений. Выполнены пока еще не все. Это реализация проекта обхода Краснодарского железнодорожного узла. Не исполнено, потому что там сроки еще не вышли, но тем не менее. От этого зависит, как мы проезжаем на юг России, в том числе подходы к мосту. Одна из проблемных зон на пути в Крым – участок дороги Краснодар-Славинск-на-Кубани-Тимрюк. Трасса частично двухполосная. До конца года ее передадут в федеральную собственность, чтобы сделать дорогу высшей категории. Однако только это не решит все транспортные сложности региона, отметил Вениамин Кондратьев. Вопрос, который для нас очень важен, это дальний западный обход Краснодара. Дальний западный обход будет соединять трассу М4 Дон с трассой Краснодар-Тимрюк-Хутор-Белый. И вот здесь у нас нет понимания, каким способом будет реализовано поручение президента в цифрах, в сроках, в понимании проекта. И здесь я прошу, чтобы этот вопрос мы подняли, и хотя бы было понимание по срокам, когда мы приступим, и хотя бы ориентировочно, когда мы завершим. Потому что нет смысла сегодня говорить о реконструкции современнейшей дороги, сегодня М4 Дон. Если между ними не будет соединения, то в этом случае это будет тем затором, который, естественно, ни к чему хорошему не приведет. Вениамин Кондратьев также заявил о необходимости строительства автомобильных путепроводов через железнодорожные переезды на территории Краснодарского края. Обеспечить продовольственную безопасность и усилить антитеррористическую защищенность на курортах Юга России. Такие задачи накануне на заседании Совета безопасности поставил его секретарь Николай Патрушев. Совещание провели в Астрахани. Участие в нем приняли главы регионов Южного федерального округа, в том числе и губернатор Краснодарского краевения Мин Кондратьев. Секретарь Совбеза отметил, что необходимо бороться с зависимостью от импортных комплектующих в сельском хозяйстве. Это реальная угроза продовольственной безопасности. В зависимости от растений сельского хозяйства, от поставок импортных семян по некоторым видам агрокультуры, например, таким, как сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, составляют от 60 до 90%. В Краснодарском крае, как отметил Николай Патрушев, с этой проблемой уже начали бороться. На Кубани приступили к созданию семеноводческих центров. К примеру, сорта риса и пшеницы в регионе практически полностью собственного производства. Необходимо, в первую очередь, для того, чтобы мы могли уверенно себя чувствовать сегодня на внутреннем рынке с овощами, нашими помидорами, огурцами. Второй момент, который очень важен для нас, это, конечно, сохранение севооборота. И это очень важный аспект для сохранения плодородия почвы. И если мы сегодня не сохраним севооборот, то в целом потеряем плодородие через максимум 30-50 лет. Также глава Кубани поднял вопрос о реанимировании рыбной отрасли в Краснодарском крае. Без поддержки на уровне правительства здесь не обойтись. Речь о возрождении перерабатывающих заводов и борьбе с браконьерами. По мнению Кондратьева, необходимо жестко наказывать за подпольную торговлю рыбой и раками. Сочи готов к паводкам. О защите предгорных районов говорили сегодня на заседании Краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. К видеоконференции присоединились все города и районы Краснодарского края. Провел совещание вице-губернатор региона Юрий Гриценко. На повестке дня защита территории от паводков. Гриценко отметил, что все необходимые работы по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в целом выполнены. Проблема защиты территории края от паводков остается острой. Требует каждодневного внимания и принятия органами исполнительной власти всех уровней самых решительных мер. В крае проводится большая целенаправленная работа по защите населенных пунктов, расположенных в поймах рек. Отлажена система предупреждения и мониторинга ситуации на реках и водоемах. Расширилась сеть гидрологических постов на реках. Совершенствуется система экстренного оповещения населения об угрозах возникновения чрезвычайной ситуации. Но слабых мест по-прежнему хватает, а потому здесь важна консолидированная работа местных, краевых и федеральных властей структур. Важно организовать постоянное наблюдение за уровнем воды в реках, особенно в предгорной части и на Черноморском побережье. Так, наблюдение в Сочи показало, что уровень воды в реке Кепша уже составляет 1,8 метра. До критического уровня остается всего 60 сантиметров. Проведено обследование состояния 28 водных объектов на предмет их готовности к пропуску паводковых вод в весенний-летний период. Особую тревогу, как вы знаете, вызывает река Кепша, Дагомыс, а также восточный и западный Дагомыс. В работе по проведению противопаводковых мероприятий в Сочи будет задействовано 1400 человек и 420 единиц техники. На расчистку русел рек выделено 15 миллионов рублей. На совещании отметили, ущерб от воздействия паводковых вод, затраты на ликвидацию последствий наводнений многократно превышают вложенные в подготовительные работы средства. Поэтому сегодня первоочередная задача – повышение защищенности населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от паводков. А самое главное – сохранение жизни и здоровья людей. Поэтому задача на ближайшее время – своевременная расчистка рек и работы по берегу укреплению. В целом, паводковую ситуацию в крае Юрий Гриценко назвал стабильной. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. А на перелетной снова пожар. Сегодня в 7 утра загорелся дом номер 5 на этой улице. Нынешний пожар удалось ликвидировать за несколько часов, однако дом полностью сгорел. И хотя там никто не проживал, сообщают блогеры, огонь мог переброситься на соседний первый дом, где проживает 45 человек. Напомню, в мае прошлого года здесь уже горел соседний дом номер 3, а в октябре пламя охватило дом номер 9. В Тбилиси и Сочи свяжут прямое авиасообщение. Компания «Уральские авиалинии» с 1 мая начнет осуществлять прямые регулярные авиарейсы. Перелеты в оба конца планируются два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Как пояснили в авиакомпании, у России и Грузии сформированы тесные экономические и культурные связи. Поэтому удобное транспортное сообщение чрезвычайно важно для жителей обеих стран. 28 марта в Сочи состоится международный товарищеский матч между сборными по футболу России и Бельгии. Это будет первый футбольный матч на стадионе «Фишт», зрителями которого станут до 40 тысяч человек. Основным видом транспорта для доставки зрителей будут электропоезда «Ласточка». Для этих целей расписание скорректировали и добавили подвижной состав. «Ласточки» начнут отправляться в сторону Олимпийского парка с 15.00 в среднем каждые 15-20 минут. После окончания матча в период с 21 часа до полуночи электрички будут возвращаться в центр города с тем же интервалом. И билет на матч не дает права на бесплатный проезд. Также 28 марта увеличится количество автобусов, в том числе по маршрутам номер 57, 100, 125С и 124С. Дополнительно для болельщиков организовано ограниченное количество парковочных мест для личного транспорта. Стоянки предусмотрены у Ледового дворца «Айсберг», Ледовой арены «Шайба», Ледового дворца «Большой», Керлингового центра «Ледяной клуб», Адлер-арены, Сочи-парка, Медиа-центра и входной группы в Олимпийский парк. Схему, а также загруженность парковок можно будет отследить в режиме реального времени на сайте администрации города в день проведения матча. На самих парковках будут работать транспортные волонтеры. Они займутся координацией и перераспределением автомобилей. Количество парковочных мест ограничено. Также болельщикам напоминают, что на стадион запрещено проносить колющие и режущие предметы. Зонты типа трости, шлемы, пиротехнику, газовые баллончики, бутылки, чашки или банки, в том числе консервные и прочие предметы из полиэфира. Стекла, а также упаковки тетропак. Также не пропустят на арену зрителей с вузелами, лазерными фонариками, алкоголем, пропагандистскими материалами и нацистской атрибутикой. В Адлере в ДТП пострадал ребенок. Авария произошла накануне вечером в Олимпийском парке на улице Триумфальной. По предварительным данным водитель, 36-летний сочинец, управляя автомобилем Тойота Корона, при движении не соблюдал безопасную дистанцию. И врезался во впереди идущий лендровер под управлением 39-летнего местного жителя. В результате пострадал 7-летний пассажир лендровера. Ребенок госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Сегодня от электрических сетей была отключена очередная новостройка. Теперь уже на Мамайке в переулке Теневой. Причина – незаконное потребление электроэнергии. Специалисты Кубаниэнерго ведут активную работу по пресечению подобных фактов, расскажет Инга Габешия. На этот раз ситуация не совсем обычная. У застройщика отсутствует и договор технологического присоединения с Кубаниэнерго, и договор с энергосбытом. Жилой многоквартирный дом самовольно подключен к воздушной линии электропередачи. И это при том, что сети в этом районе на такую нагрузку просто не рассчитаны. И пострадать от перегрузки могут и жильцы окрестных домов, и оборудование. Отключают незаконных потребителей. В Теневом переулке уже не первый раз. В ходе рейдовых мероприятий с сочинскими электрическими сетями ранее был выявлен факт бездоговорного потребления электроэнергии. Данный объект был отключен от линии электропередач и был выписан акт на бездоговорное потребление электроэнергии. Объект подключился повторно к электросетям, то есть в дальнейшем так продолжаться не будет. Хищение электроэнергии преследуется по закону. О фактах незаконного потребления энергетики сообщают в мэрию города и правоохранительные органы. Рано или поздно нарушителям обязательно придется выплачивать причиненный ущерб по максимальной пропускной способности незаконно присоединенного оборудования, а также нести административную и даже уголовную ответственность. Новостройка в Теневом переулке пока полностью не заселена, но некоторые собственники уже делают ремонт, не догадываясь о проблемах дома. Усиливая борьбу с незаконным потреблением электроэнергии, сочинские электросети защищают интересы добросовестных горожан, отмечает директор предприятия. Надо понимать, что любое незаконное подключение наносит не только ущерб сетевой компании, но еще и создает неприятности с точки зрения надежного и качественного энергоснабжения иным потребителям, которые выполняют свои обязательства по платежам в соответствии с действующим законодательством. Ну и в норму, соответственно, постановления правительства номер 442 мы обязаны вводить незамедлительно ограничения при поиске такого рода подключений, что мы, соответственно, и делаем. Энергетики напоминают, в 2016 году были внесены изменения в административный кодекс. В Сочи планируют ввести новые правила по продаже алкогольной продукции, но из-за них, по мнению предпринимателей, город может потерять 30 миллионов рублей в виде налоговых поступлений. Обсуждали изменения антиалкогольной дистанции сегодня на заседании рабочей группы при Торгово-промышленной палате города. Так называемое антиалкогольное расстояние, которое необходимо соблюдать у социальных, образовательных, спортивных и объектов здравоохранения, было принято в 2015 году. Согласно этому документу, торговля спиртным разрешается не ближе 15-25 метров в зависимости от профильного вида организации. В этом году мэрии принято решение о внесении изменений в постановление. Предлагается кратное увеличение антиалкогольной дистанции до 50, 100, 300 и 500 метров в зависимости от категории объектов. Эта тема вызвала бурное обсуждение в соцсетях и городских блогах. Поговорить о целесообразности нового проекта решили и представители Торгово-промышленной палаты. Ведь мнение предпринимателей, ведущих легальный бизнес, имеющих лицензию и оплачивающих налоги, будет учитываться при принятии итогового решения. Новые правила должны вступить в силу с 1 июля. По мнению предпринимателей, в этом случае город может недополучить в доходную часть бюджета около 30 миллионов рублей. Кроме того, есть вероятность увеличения теневой торговли. По нашему мнению, вызовет вспышку роста неофициального оборота алкоголя. И деньги пойдут мимо бюджета. В официальных же точках произойдет сокращение рабочих мест. Если ребенок живет за полкилометра от школы, то он может и возле своего дома, подросток, купить контрафактный алкоголь и принести его в школу. Понимаете, тут вопрос немножко в другом. Культура питья должна быть. Более того, должна быть ответственность самих продавцов, магазинов. Предприниматели, ведущие свой бизнес официально и с трудом получившие лицензию, знают, какие штрафные санкции предусматривает нарушение закона. Алкоголь подросткам они не продают. Но не стоит забывать про пивные напитки и энергетики, которые не приравниваются к алкоголю. А их употребление не менее опасно для здоровья. Позиция городской администрации – ввести новое антиалкогольное расстояние, преимущественно в период подготовки и проведения футбольных соревнований. В любом случае при принятии изменений в постановлении будут учтены все доводы «за» и «против». И к другим новостям. Глава Сочи обратился к горожанам с просьбой подключиться к наведению санитарного порядка в своих районах. Дорогие мои сочинцы, каждый день я провожу обходы улиц города. Сильно расстраиваюсь, когда вижу хлам во дворах, мусор на детских площадках, обшарпанные подъезды и лестницы. А ведь это ваша собственность, ваше общее имущество. Вся Россия помогала приводить его в порядок. Почему же теперь оно в таком запущенном состоянии? Уверен, что и у вас грязь вызывает только отвращение. Неужели вам хочется, чтобы ваши дети росли среди мусора и считали это нормой? Неужели вы не уважаете самих себя, не думаете о своем благополучии? Город Сочи в основном живет отдыхающими. Мы всей страной вернули ему былую славу. К нам приезжают миллионы гостей, в том числе и из-за рубежа. И именно по нашему городу они судят о всей России. Надо помнить и дорожить этим. Скоро начнется летний сезон. Скоро в нашем городе пройдут крупные международные мероприятия. Кубок конфедерации, Всемирный фестиваль молодежи, многое другое. Хороший хозяин перед встречей гостей всегда наводит порядок в доме. Пора осознать, что именно вы, хозяева этого города, очистите себя от хлама, приберитесь в подъездах и во дворах. Быть здоровым и счастливым достоин каждый. Стоит только захотеть. Верю в вас, дорогие мои сочинцы. Около двух тысяч вакансий столько сегодня предлагает рынок труда Сочи, в том числе молодым специалистам, выпускникам местных высших и среднеспециальных учебных заведений. Со студентами Международного инновационного университета и академического колледжа сегодня встретился мэр Сочи. На встречу с будущими выпускниками пригласили и потенциальных работодателей, крупнейшие компании курорта. Что они готовы сегодня предложить молодым специалистам, расскажем в нашем следующем сюжете. Такие встречи студентов с мэром курорта в Сочи стали уже традиционными. На этот раз Анатолий Пахомов пообщался с будущими выпускниками Международного инновационного университета и академического колледжа. Тема – трудоустройство молодых специалистов. Глава города отмечает сегодня в банке вакансий около двух тысяч предложений, основные в профильной для города санаторно-курортной отрасли. Все наши объекты размещения, они должны быть адаптированы к работе круглый год. И вывод тут один. Чтобы были объекты размещения, туристические объекты, чтобы они были заполнены и выполняли при этом качественную услугу, нужны постоянные кадры. Временщики никогда не сделают качественную услугу. Работу в Сочи сегодня может найти практически каждый молодой специалист. Было бы желание. На встрече подчеркивают, не нужно бояться начинать с небольшой зарплаты и должности из числа, например, обслуживающего персонала. Важно просто с чего-то начать. Мы проводим мониторинг ежегодно, очень даже охотно. Организации берут выпускников города Сочи. У нас хорошая подготовка, поэтому с удовольствием. Есть карьерный рост. Каждый может, объясник, показав себя работодателю, расти на службе. Конечно, работодатель не предложит сразу человеку, закончившему высшее образование, пойти на должность руководителя или менеджера. О своих вакансиях будущим выпускникам сегодня рассказали ведущие компании курорта. В их числе, например, МФЦ, образовательный центр «Сириус», крупнейшие отели и санатории, а также сочинское казино. Там, например, средняя зарплата горничных – 30 тысяч. Неплохой старт. Сегодня в казино работает более тысячи человек, но из них лишь около 200 – сочинцы. Анатолий Пахомов в очередной раз рекомендует делать ставку на местных специалистов, что выгодно обеим сторонам. Местный должен находиться работодателю дешевле, потому что у местного есть место поживания. Не надо для него приобретать квартиру, не надо общежитие и так дальше. Но самое главное – местный вот здесь, это его родина. То есть масса преимуществ у местных. Ну а что касается студентов инновационного университета, то в период обучения уже трудоустроены более 30 человек. Это четверть из выпускников вуза. Такие встречи, говорят сами студенты, крайне полезны даже первокурсникам. Такие встречи очень важны, потому что каждый ученик нашего университета должен понимать, что после окончания своей профессии он найдет достойную работу. Мне кажется, очень важно, что сам мэр города берет в руки такую ситуацию. В этом году подобные встречи уже прошли в Сочинском госуниверситете и институте РУДН. На очереди Московский автодорожный институт. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Юные сочинцы пишут письма в города-герои и уже начали получать ответы от сверстников. Акция «Ко Дню Победы», организованная Управлением по образованию и науке, была направлена на то, чтобы школьники смогли рассказать друг другу, как их родной город выстоял в годы Великой Отечественной войны. Елена Всецина с подробностями. Письма начали писать за три месяца до Дня Победы, чтобы успеть получить обратный ответ. Писали о том, как Сочи был городом-госпиталем, сколько бойцов поставили на ноги сочинские врачи и как жители небольшого курортного городка помогали медикам собирать мох, который использовали как перевязочный материал при лечении раненых. Писали школьники о себе и о том, как живет современный Сочи, известный далеко за пределами нашей страны. Я с нетерпением жду все ответы. Очень хочется узнать, увидеть фотографии, прочитать, как у них проходит мероприятие, чем они занимаются. И вот долгожданные письма. Прямо во время съемки нашего репортажа доставили почту из Ульяновска, Коломна, Новороссийска и Волгограда. Это первые ответы на письма сочинских школьников. Добрый день, дорогие наши сверстники. Пишет вам коллектив 9-го класса, школа номер 20, города Волгограда. Мы очень удивились вашему письму и очень обрадовались. Для нас это было неожиданно и приятно. А в другом письме ученики 10-го класса 20-й Волгоградской школы пообещали в конце марта на весенние каникулы приехать в Сочи. И приняли такое решение, потому что здесь у них появились новые друзья. Пообещали встретиться и рассказать друг друга о своем городе уже лично. Юные школьники из Ульяновска написали, как их сверстникам в военные годы приходилось стоять у станков. В то время в их город, находящийся в Тулу, было эвакуировано еще 15 промышленных предприятий. У нас был патронный завод имени Володарского, швейные фабрики. Работали в дневное и в ночное время. В станкам вставали женщины и дети, наши сверстники. Чтобы 10-12-летние рабочие доставали до станков и подставляли ящички. Вот так дети передают друг другу исторические факты, что достаточно интересно. Получилась история в письмах. Детям было интересно упаковывать их в конвертики. Понятно, что письма, которые ушли у нас за рубеж, дополнительно марочки нужно было туда наклеить и приобрести. Для детей это было некоторым открытием, но это хорошо. Но восприняли хорошо, что почты России даже интереснее гораздо, чем электронные. Потому что это уже настолько обыденно получать по интернету письма. А тут они приходят воочию и можно взять в руки и живой источник подержать в руках и почитать. На этой карте красными флажками отмечено, куда юные сочинцы отправили свои письма, приуроченные к Великому Дню Победы. Их только из 20-й сочинской школы, около 150, в десятки городов России. А также в Минск, в Ригу, в ДНР, в Луганскую республику, в Подесу, Херсон и в Крым. А зелеными флажками отметят те города, откуда придут ответы. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи начался прием работ на 8-й Всероссийский конкурс «Художники России за чистую воду». Оргкомитет ждет живописные, скульптурные и графические работы, отражающие тему сохранения чистой воды, бережного отношения к природным ресурсам. На сайте концерна «Евразийский» создан специальный раздел, в котором подробно изложены условия конкурса, а также доступные для просмотра архивы. Одновременно проводится конкурс фоторабот, также посвященных чистой воде. Условия конкурса и электронный каталог фотографий размещены на официальном сайте Сочи Водоканала. Конкурс «Художники России за чистую воду» проходит в два этапа. Первый, виртуальный, продолжается по 15 августа. В течение этого времени авторы присылают фотографии своих произведений на электронный адрес. Принятые работы размещаются на сайте, где за них могут проголосовать все желающие. Итоговая выставка о произведении лауреатов Всероссийского конкурса откроется 15 сентября в залах музея Николая Островского в Сочи. Там будут названы победители, вручены призы и дипломы. За семь лет в конкурсе приняли участие около полутора тысяч российских художников и фотографов. За их произведения проголосовали около 65 тысяч интернет-пользователей. Сочи проходит молодежное первенство России по фехтованию. Соревнования принимает Южный федеральный центр спортивной подготовки «Югспорт». Накануне прошли личные состязания по рапире среди юношей и девушек. А сегодня молодые российские фехтовальщицы из 25 регионов сразились в командном зачете. Слово Татьяне Говорковой. Крупнейшая федеральная спортивная база на юге России принимает около 400 спортсменов в возрасте до 24 лет. Это сильнейшие молодые фехтовальщики из разных регионов России. Москву представляют сразу три команды. Первая встреча одной из них прошла сегодня против Алании. Катрина Полешките показала хороший результат в первом соревновательном бою, пополнив копилку команды на пять очков. Все соперники сильные, говорит фехтовальщица, но главный – это первая команда Москвы. Дорожки-то все хотят выиграть, поэтому соперники, конечно. Турнир он серьезный, в последнем сезоне, чемпионат России. Все очень ответственно относятся, соперники все очень сложные. Наверное, один из важнейших турниров в сезоне считается. В турнире принимают участие как опытные спортсмены, так и новички, которые только пробуют свои силы. Накануне прошли личные зачеты среди юниоров и юниорок по рапире. Сегодня командные соревнования. После пройдут состязания в других видах оружия – шпаги и сабли. Здесь регионы, которые могут показать хорошие результаты, достаточно много. И Москва, и Татарстан, и Новосибирск. Вот саблисты будут. И Алтай, МОС-область. Безусловно, МОС-область в составе команды есть, члены, участники уже таких крупных соревнований, как первенство Европы и первенство мира. Итоги молодежного первенства России подведут 20 марта. Лидеры войдут в состав сборной команды, которая будет защищать честь России на молодежном первенстве Европы. Оно пройдет в конце апреля в Минске. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости вы можете уже найти на нашем сайте fkt.com. А я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...